Когда в мае этого года я была в центре Антон тут рядом, мне вот что там запомнилось и показалось важным. Центр помогает людям достаточно взрослым, подросткам и взрослым, с довольно серьезными ментальными нарушениями, с довольно серьезными социальными депривациями. То есть это не трогательные большеглазые дети, это те люди, которые обычно являются заботой только своих родителей, если они у них есть. И задача центра, та цель, которую люди там работающие перед собой ставят, это дать навыки, прежде всего, самостоятельной жизни. Те знания, те умения, которые помогут людям быть максимально, насколько это для них возможно, независимыми. На меня произвело большое впечатление программа, которая называется у них assisted living, это такие специально оборудованные квартиры, в которых вот эти вот ученики, как они их называют, могут получить тот опыт жизни самими с одной, которого у них никогда не было. И тут выясняется, что именно это является для них ужасным стимулом к развитию. А собственно, вот это специальное оборудование часто сводится к тому, что на всяких предметах там крупные надписи и инструкции, в картинках, как их использовать. И прогресс, который дает вот этот вот прием, он, как мне рассказали работающие в центре сотрудники, поражает даже их. И часто поражает и родителей, и близких этих вот учеников, которые, оказывается, не готовы к тому, что тот, кого они считали таким вот объектом заботы стопроцентного, вдруг может сам осуществлять выбор, принимать решения и отвечать за себя. Вот эта вот зависимость свободы выбора от развития, мне кажется, ужасно важной. У кого есть свобода выбора, тот может расти и развиваться. Не степичные условия, да, не даже там понимание, приятие, нежность, похвалы, а свобода выбора. Вот это делает человека взрослым. Это делает и социум зрелым. Еще меня просили сказать фразу, написанную одним из воспитанников. Мне выпала фраза «Гуманитаризм придет сюда». По-моему, это хорошая оптимистическая фраза. Где бы ни было это сюда, гуманитаризм пусть сюда придет. Все.